Я не знаю зачем, и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. То, что я должен сказать. Этот роман Свертинский посвятил памяти юнкеров, погибших в Москве в октябре 1917-го. Такое сочувствие к врагам большевиков не могло не привлечь внимания ЧК. Вскоре артист вынужден был покинуть родину. По словам исполнительницы Анны Климашевской, с годами произведения «Черного пьеро» не потеряли главного своего свойства – облагораживать душу. Если подрастающие поколения, или вообще если люди, которые так или иначе интересуются не только хлебом насущным, а еще чем-то кроме, если они прикасаются к поэзии, к музыке Вертинского, то в каком-то смысле им становится легче жить, в лучшем смысле этого слова. Аккомпанируют Анни музыканты декаданс квартета – скрипка, контрабас, гитара, саксофон, а с недавнего времени еще и клавишные. По словам одного из музыкантов Александра Шуберта, такое разнообразие инструментов необходимо при исполнении роман Свертинского, поскольку существенно расширяет возможности импровизации. Я считаю, что у нас это очень хорошо удается по той причине, что мы не повторяемся пока. Я надеюсь, что это будет дальше продолжаться, потому как Вертинский обладает очень большим потенциалом музыкальным и потенциалом образов. И это, конечно, очень сильно позволяет раскрыться. Но лучше всего раскрыть глубокое внутреннее содержание творчества этого артиста позволяет театральная сцена. Именно поэтому свой новый концерт декаданс квартет решил провести в Иркутском драматическом театре. Это будет представление с видеорядом и световыми эффектами. Прозвучат романсы и отрывки из мемуаров Александра Вертинского. Мария Князев, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Песня о земле. Так называется этот мультфильм. Он сделан в творческой студии «Умейка» воспитанником Даниилом Загородниковым. 11-летний режиссер, он же автор сценария, легким движением руки превращает свалку мусора в цветочную поляну. В анимации это возможно. Мультфильм «Маленького иркутянина» стал лауреатом международного молодежного и детского конкурса компьютерного творчества «Окология планеты». Как так? Не думал, вообще не ожидал, что сначала по иркутскому выиграли его, потом еще отправили его там выиграл, всем рассказывать начал. Все говорят, ну что, молодец. Но больше всех победе обрадовались две бабушки юного таланта – Светлана Алексеевна и Светлана Анатольевна. Так сложилось, что мальчика воспитывают они. Одна из бабушек и взяла трубку, когда позвонили из Москвы, приглашали на студию «Союзмультфильм», где 2 ноября пройдет церемония награждения лауреатов. Первым делом, конечно, я подумала о том, что, наверное, не получится. Потому что только то, что какие деньги мы… Я ребенок на опеке, то есть какие деньги нам выделяют, это просто у нас уходит на питание, на одежду. А то таких вот денег, чтобы в Москву слетать. Выхода у нас просто нет, у нас просто нет финансов. Вот правда, я инвалид второй группы, инвалид третьей группы, двое детей на попечительстве. И третья девочка инвалид второй группы. Вот, понимаете, вот как бы вот такая у нас ситуация. И ребенка оставить без того, что он заслужил, это было бы неправильно. Бабушки говорят, за все 12 лет, которые они растят, Данила, одни без поддержки, никогда и ни у кого не просили помощи. Но ради исполнения мечты мальчика решили переступить через гордость. В надежде собрать деньги на поездку разместили объявление в ангарской газете. За три недели ни одного звонка. Опустились руки. По обочине, вот сюжет, бредет ворон. У него крылышки опущены, он как старичок, ползет по обочине. Я заплакала, я думаю, господи, ну это какой-то знак. Я останавливаю мужа, говорю, давай заберем эту птицу. Эта птица теперь у нас живет. Понимаете, вот какой знак у меня был. И в тот же день помощь пришла от птицы по имени Аист. Оплатить мальчику поездку в Москву помогла наша телекомпания. Вместе с Даниилом полетит одна из бабушек. Та, что, как и внук, никогда не была в столице. Единственный член семьи, который видел первопрестольную своими глазами. Прабабушка Ольга Ивановна, ветеран Великой Отечественной. От нее на путствие внуку. Молодец, дальше так продолжай. Учись и будешь человеком. Мы тебе будем только вспоминать, а чубчик подчупорить. Совсем другое дело. Москва слезам не верит. Билеты куплены, вещи собраны. По телевизору чужое творчество. В глазах мечта. Столица признает, жизнь изменится к лучшему. На голубых экранах вот так же будут идти его, Даниилову мультфильмы. Счастливого полета. Высокого. Галина Тюрнева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.